Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали сейчас. И попробуем сложить некую такую цельную картину того, что с вами происходит сейчас. Итак, с Палин встречаемся уже три года. Третий год. За это время была и измена с его стороны, но он все равно приходил и говорил, что не может без меня даже плакал. Так. Ну вот здесь вы говорите, что за это время была и измена с его стороны. Была и измена с его стороны. Такое впечатление, что была не только измена, но было что-то еще, помимо измены. То есть, измены и что-то еще. Тут вот нужно разбираться, что именно было и как было-было. В любом случае, измена это проявление определенного кризиса в ваших отношениях. Это наличие определенного кризиса в ваших отношениях. И в измене, в том числе, в частности, ответственны и вы. То есть, за измену ответственны вы на 50%. То есть, вы ответственны за то, что вам мужчина изменил. То есть, вы ответственны здесь либо за то, что вы выбрали такого ненадежного человека, который вам изменил. Либо за то, что вы оказались недостаточно восприимчивы к его потребностям, к его желаниям, которые у него имели место быть. Либо вы не заметили его отдаление от вас и, соответственно, наличие измены. То есть, я хочу сказать, что у измены обязательно есть причина. Далее. Он все равно приходил и говорил, что не может без меня, даже плакал. Это так. То есть, подобные вещи действительно могут иметь место быть. То есть, человек действительно может приходить к вам, действительно может говорить, что он не может без вас, он действительно может плакать. Но, о чем говорит человек в такой момент? Человек говорит по факту о своих желаниях. То есть, он говорит, чего хочу я. Не чего хочешь ты, вы, например, а именно чего хочу я. То есть, мужчина говорит о том, что ему нужно. Мужчина говорит о том, что для него важно. Но мужчина не говорит о том, чего хотите вы, например. То есть, мужчина продолжает гнуть свою линию. Ну, именно вот в данном контексте, в этом контексте. И поэтому, можно сказать, совершенно спокойно можно сказать, что мужчина, ну, не так-то уж сильно и заинтересован в том, чтобы быть с вами. Потому что он приходил и плакал и плакал. Но он не заинтересован в том, чтобы вам было хорошо. И это очень важный момент. Потому что, получается, что мужчина думает о себе. Без анализа проблем, которые привели к тому, что у вас возник конфликт, что мужчина вам изменил. Без анализа проблем. Без признания наличия факта проблем. И без работы над этими проблемами. То есть, без выработки какого-либо решения по данным проблемам. Но его изменения, его слёзы, вообще-то говоря, мало что значит. Потому что он пришёл, поплакал, извинился и что дальше? А дальше всё пошло по-старому, да? То есть, я имею в виду, что человек продолжит делать то, что вам, например, не нравилось. Не нравиться и не может понравиться. Возникает вопрос в таком случае. Как вы восприняли то, что он, ну вот, к вам обращался? Что он у вас просил прощения там и так далее? Как вы восприняли это? Что это для вас значит? Насколько это важно для вас? Слышать, видеть, чувствовать. Далее. Последнее время пишите вы. Я начала скрываться от него. А, ну, здесь важный момент. Вы скрываетесь от него по какой причине? Что вами движет скрываться от него? Знаете, если вы действительно видите и чувствуете угрозу, которая от него исходит, то, простите, скрываться можно и нужно, потому что в противном случае вы просто-напросто подвергаетесь себе опасности. А защищать себя нужно. Можно и нужно. Далее. Далее. Значит. Вы говорите, понимаю, так нельзя. А, тоже очень важный вопрос. Нельзя почему? Нельзя что? Нельзя, например, защищать себя? Нельзя заботиться о себе? Или что? Что нельзя? Знаете? Если вы скрываетесь, уже, значит, наверное, можно, если вы скрываетесь. Другое дело, что вы, вероятно, испытываете чувство вины за то, что происходит. То есть вы, как бы, сами страдаете, сами переживаете, сами испытываете, ну, негатив, сами испытываете нежелательные для себя последствия, может быть даже неприемлемые. И выбираете путь решения проблемы именно такой. То есть вы выбираете путь решения проблемы именно через сокрытие. Но при этом вы говорите, что нельзя. Задекает вопрос, насколько вы заботитесь о себе, насколько вы цените себя. Понимаете? И не потому ли у вас, вот, образовалась проблема, ну, да, которая вот у вас есть, потому что вы относитесь к себе вот так. То есть защищать себя нельзя, значит, скрываться от человека, который вас напрягает, тоже нельзя. Измены терпеть можно, понимаете? То есть, ну, вот здесь, вот знаете, когда зажатость чувствуется и, соответственно, неуверенность в себе. Причины которой, причины неуверенности в себе, конечно же, нужно разбираться. Ну, вот, если вы скрываете, знаете, это не так-то просто вообще-то скрываться и не так весело, как, может быть, кто-то думает. Поэтому, если вы опасаетесь того, что кто-то посчитает, что вы развлекаетесь, то я полагаю, что здесь, опять же, ваша неуверенность в себе и, может быть, чрезмерная зависимость от общественного мнения, ну, от мнения других людей. Ну, потому что нужно вам более четко сформировать вот эту позицию, почему нельзя избегать того, что мне не нравится. Другое дело, что вы избегаете, но не прекращаете отношения с парнем. То есть вы уже решили, что с ним не будете, вы уже решили, что с ним у вас, ну, скорее всего, ничего не получится. Вот. Но ему по какой-то причине ничего не сказали. Хотя, в общем-то, нужно было сказать, потому что, ну, это как минимум нечестно по отношению к нему. Даже если он делает то, что для вас неприемлемо. Потому что скрываясь, вы лжете, а на лжи никакие отношения нельзя ни начать, ни поддерживать, ни завершить. Вот. Но, опять же, для того, чтобы это сделать, нужно принимать себя. У меня такое чувство, что вы скрывает, как бы, стыдитесь себя, своих желаний, стыдитесь того, что вам, грубо говоря, хочется. Вот. И, на мой взгляд, это ключевая проблема здесь. Далее, значит, понимаю, что скрывать нельзя, но мне почему-то кажется, что он меня не любит. Ну, на самом деле, знаете, знаете, измены мужчины, значит, то, что стимулирует вас скрываться от него, его не меняющееся поведение по отношению к, например, вам. Все это действительно может навести на мысль о том, что он вас не любит. И вопрос заключается в том, как вы относитесь к этому. То есть, считаете ли вы для себя позволительным прислушиваться к тому, что вы чувствуете, к тому, что вы ощущаете, к тому, что вам кажется, где-то, как видите, вам кажется то, что говорит вам ваша интуиция. И от того, насколько вы доверяете своей интуиции, да, от того, насколько вы видите в ней, ну, в интуиции, я имею ввиду, зерной истины, и зависит то, насколько успешно будет ваше выстраивание отношений с людьми, ну, вот, например, с мужчинами и так далее. Вот. Поэтому, если вам кажется, что молодой человек вас не любит, значит, есть причина, по которым это происходит. Вы пишите, возможно, это мои тараканы в голове. Это обесценивание. То есть, в данном случае, вы обесцениваете себя. Потому что, если такое чувство появилось, оно имеет место быть. У этого чувства есть основания. Как не срываться? Ну, про срывы вы вообще ничего не говорили, поэтому здесь немного странный момент. Вот. Потому что у срывов своя история, своя картина, да, то есть срывы происходят тогда, когда человек находится в постоянном конфликте с собой. Это во-первых. срывы. И во-вторых, срывы происходят, когда человек не реализует свои желания. То есть, чего-то хочется, ну, например, вам. Вы не считаете, что этого достойно. Вы не считаете, что вы, ну, можете реализовать то, чего вам хотелось бы. Вот. И, соответственно, зажимая это в себе, зажимая это в себе, вы копите в себе желания, которые вливаются в срывы. Поэтому, если вы не хотите срываться, нужно реализовывать свои желания. Ага. Именно так, как, как вот они есть. Именно так, как, как вот вам, вам, ну, хотелось бы. Именно так можно не срываться. Далее. Вы пишите... Эээ... Вы пишите... Эээ... Как начать верить в его любовь и перестать себя нагручивать? Понимаете, эээ... Верить в любовь, эээ... 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 Довольно странно. Эээ... То, что вы, вот... Эээ... Эээ... Именно... Эээ... Эээ... Хотите... Верить... В любовь. Потому что... Эээ... В любовь не нужно верить, ее нужно чувствовать. Эээ... Эээ... Если вы... Ээээ... 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 Чувствуете, что... Мужчина не любит вас. Если вы... Видите, что он вас не любит. Эээ... То... Я думаю, что... Ээээ... Что это означает, именно то, что вы думаете. То есть, вы... Эээ... Чувствуете, что он вас не любит. И... Ээээ... Ээээ... Не можете поэтому ему поверить. Вот. То есть... То есть... То есть момент здесь, именно такой. Что... Не нужно верить. Нужно... Чувствовать. Если вы... Видите... Эээ... Эээ... Что человек... Проявляет к вам любовь. Если вы видите это. Эээ... Эээ... То... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... то, что он вас любит, если вам кажется, что это не так. То есть, по сути, вы будете жить в постоянной тревоге, и вы будете жить в постоянном переживании по поводу того, что он вас не любит. Чтобы себя перестать накручивать, нужно как раз-таки доверять своим чувствам и исходить из них, из того, что вы чувствуете, а не обесценивать себя. Но у обесценивания своих чувств есть свои причины. У обесценивания своих переживаний есть свои причины. И эти причины, в частности, связаны с тем, как вы себя воспринимаете, с вашей самооценкой, с вашим доверием в себе и с вашей уверенностью в себе. Поэтому вот эти моменты я рекомендую вам, на эти моменты я рекомендую вам обратить внимание. И если они не удовлетворительны, то уже именно над выравниванием их работать вместе с психологом. Потому что пока вы, значит, обрекаете себя на такое, знаете, тревожное поведение постоянно, то есть вы обрекаете себя на постоянную тревожность, что не является чем-то хорошим для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok